Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по рудничным продажам еврозоны в 9.00 по GMT. Это индикатор потребительской активности и, соответственно, тот самый отчет, который поможет нам уточнить перспективы изменения инфляции в рамках валютного блока. И если мы сегодня получим еще одно подтверждение того, что инфляционное давление в еврозоне продолжит ослабевать, то, соответственно, у нас будет еще один аргумент для того, чтобы увидеть впоследствии еще одно снижение ключевой процентной ставки. В 12.30 по GMT ждем важнейшие релисы этой недели, данные по состоянию американского рынка труда, официальная статистика Non-Farm Parance, которая всегда добавляет приличную порцию волатильности на рынок, а сегодня еще на фоне низколиквидной торговой сессии. Вчера в США был выходной праздничный день по случаю Дня независимости. Я думаю, что такой насыщенный фундамент, релиз на низкой ликвидности может превзойти, опять же, движение и ожидания по волатильности, которые у нас были, например, в прошлые периоды, когда торговые сессии были более-менее нормальны. Я сегодня ожидаю очень острую реакцию рынка на отчет по Non-Farm Parance. Это будет заметно и в динамике доллара, и на долговом рынке США с точки зрения изменения показателя доходности американских трежерис. Сегодня также, друзья, если в вашем портфеле есть рынок драгоценных металлов, активы этого рынка, в частности золото, тоже нужно быть готовыми к серьезному движению. Поэтому заранее контролируйте риски, следите за плечами, за загрузкой депозитов. Стоп-лоссы – принципиальнейшие вещи, которым, я думаю, никого из вас уже учить не нужно. Индекс доллара текущей котировки 104.65. Если вернуться все-таки к прошлым торговым сессиям этой недели, то фон у нас не самый лучший для того, чтобы покупать американскую валюту. У нас предварительно слабый отчет по EDP, который является репетицией перед выходом данных по Non-Farm Parance. Да, если положиться на классику анализа экономической теории, то есть высокая вероятность увидеть и сегодня слабые данные по Non-Farm Parance. Но не забывайте, что EDP и Non-Farm, они, да, коррелируют, но очень часто показатели могут сильно расходиться. Как это было два месяца назад, тоже все прогнозировали крайне слабые показатели по Non-Farm Parance, а по факту мы получили один из лучших отчетов за последние 6-7 месяцев. Есть определенные вопросы к динамике активности в сфере услуха, а ESM, потому что индекс оказался в зоне спаду, что ниже 50 пунктов. И все это признаки охлаждения на самом деле экономики. С одной стороны сектора по активности в сфере услуг, с другой стороны рынка труда. И если посмотреть под определенным углом на эту статистику, то можно увидеть во всех этих релизах предпосылки для замедления темпов экономического роста. Я клоню к тому, что на рынке, если вы сейчас работаете с долларом и, в принципе, пытаетесь понять, что будет с американской валютой дальше, у вас должен быть альтернативный сценарий. И этот сценарий должен основываться на идее того, а что если американский окулятор все-таки начнет смягчать экономическую политику в том же самом сентябре и позволить себе, например, смягчить ее еще после этого один раз. То есть в рамках оставшейся сейчас 2024 года дважды. Этот сценарий, конечно же, мы тоже не забываем, мы его проговариваем, потому что это важно делать. Но основной сценарий, которого, в частности, придерживаюсь я, он опирается на то, что мы также услышали от Джерома Паула на его выступлении в Синдре в рамках этой недели, что пока рано еще вмешиваться в текущую ситуацию с монетарной политикой. Главная стратегия – это сохранить ставку на ограничительном уровне, потому что нужно добиться большего прогресса и услабления инфляции. Федерезерву требуется больше фундаментальных отчетов, которые будут доказывать устойчивое снижение инфляционного давления. Преждевременное снижение ключевой процентной ставки может привести к более негативным последствиям. Это такие тезисные заявления, которые говорят нам о том, что ФРС как будто бы и не готов к тому, чтобы снизить ключевую процентную ставку. Если сейчас посмотреть на базовый прогноз, например, американского регулятора с отсылкой на точечную диаграмму, то в этом году ставка может быть снижена с 5,5% до 5,1%, то есть на 45 байсных пунктов. Но все-таки большинство участников рынка считают, что максимум будет одно снижение на 25 байсных пунктов, неважно когда – в сентябре, либо позже. Мой сценарий, опять же, основываясь на том, что я только что озвучил и мои ожидания. Я пока что верю в рост американского доллара и считаю, что после выхода нонфармов, которые мы ожидаем через несколько часов, условно скажем так, и после выхода данных по инфляции, которые выйдут через неделю, это будут июньские значения по индексу потребительских цен, уже можно будет сложить общую картину по вот этим статистическим частичкам пазда. И прийти к выводу о том, стоит ли все-таки развернуться по доллару. И на основании потенциального, например, провального отчета по нонфарм-перлесу и еще одного третьего месяца подряд снижения инфляции, прийти к выводу, что американская валюта все-таки пойдет к новому локальному минимуму. Мы вернемся к таким суждениям еще, но только после того, как переварим все вот эти фундаментальные отчеты. А пока, друзья, я оптимист и верю в то, что сегодняшние данные по нонфарм-перлесу не разочаруют покупателей, помогут американскому доллару восстановиться снова выше 105 пунктов. Золото 1360 долларов за тройскую онцию, базовый сценарий роста до отметки 2380-2400 остается актуальным. Доллар франк 0,8985. Вчера мы ждали данные по инфляции в Швейцарии, и я допускал, что могут быть сюрпризы. Например, снижение потребительских цен с 1,4% до 1,3% в годовом выражении. Так оно и получилось. Инфляция в Швейцарии продолжает ослабевать, поэтому Национальный банк Швейцарии точно снова снизит процентную ставку. И отсюда, независимо от того, что бы ни произошло в ближайшей торговой сессии, поверьте, друзья, пара доллар-франк – это прекрасный кандидат, для того, чтобы покупать в средней долгосрочной перспективе и ждать движения этого актива выше уровня 0,91. Доллар-иена 160.70 – это фон, честно говоря, негативный для японской иены. Мы это прекрасно знаем, потому что в противном случае иена не была бы настолько дешевой. Очень непростой выбор сейчас перед Банком Японии стоит, потому что мы понимаем условия, в которых приходится действовать японскому регулятору, и мы видим, каким негативным последствиям уже привела девальвация японской иены. Но, к сожалению, сама суть операции Керри Трейда из-за крайне низкой процентной ставки в Японии и все еще высокой в США пока не дает спекулянтам успокоиться и провоцирует постоянно все новые и новые волны давления на японскую валюту. Банк Японии, по идее, должен был бы сейчас повысить процентную ставку, но очень проблематично это делать, вот так вальяжно мы повышаем процентную ставку, когда экономика на грани рецессии. Поэтому я все-таки за валютной интервенцией, и здесь нужно просто выбрать меньшее зло для японского регулятора, потому что если не остановить спекулятивный прессинг сейчас, то в конечном счете потом придется делать это большими жертвами. Поля, значительное количество ресурсов, которые имеются в резервах. Хорошо, что сейчас пара корректируется на фоне ослабления американского доллара, но, вероятно, это временное явление, и потом без вмешательства Банк Японии все же не обойдется. В целом, снижение в соответствии с прогнозом нашей цели возвращения пары ниже отметки 155. Австралийцы против доллара растет 0.6730 текущей котировки, ждем пару выше 0.68. Вчера, после того, как мы обсудили перспективы повышения процентной ставки из-за роста инфляции, в копилку факторов поддержки для австралийца можно также добавить еще сильные данные по торговому балансу. Экспорт Австралии вырос на 2,8% в прошлом месяце. Целевой ориентир, я думаю, что понятен. Он ожидаем с учетом текущего фундаментального фона. И в отношении австралийца нужно быть, конечно же, оптимистами. Евро против доллара 1.0820 ждем второй тур выборов во Франции, который состоится на этих выходных. И я не отказываюсь от базового сценария, который предполагает, что с открытия в понедельник на фоне потенциальной победы окончательной и настолько уверенной, что ультраправые смогут претендовать на абсолютное большинство в национальном собрании, это может очень сильно ударить по позициям европейской валюты и, может быть, спровоцировать открытие пары СГП вниз. Данные макроэкономические хуже некуда. Производственные заказы, по данному выражению, в Германии снизились на 8,6% против прошлого значения на 1,6%. Сегодня, кстати, выйдут данные по роничным продажам. Как я уже отметил в начале своего выступления, есть вероятность того, что роничные продажи окажутся хуже, чем ожидают эксперты. И это будет еще одна предпосылка для ослабления аффлекционного давления, ну и, соответственно, для того, чтобы Европейский Центральный Банк начал смягчать экономическую политику. И по фунту тоже политическая тема в центре внимания. Экзит-полы данные первые уже поступают, но я думаю, что партия либаристов точно одержит победу и сможет смоевровать новое правительство, в том числе и назначить своего премьер-министра. Вряд ли, конечно же, сильно изменится экономическая политика, но не забывайте, что либаристы всегда критиковали Банк Англии за не очень-то проактивную позицию, настаивая на том, что Банку Англии нужно было корректировать ставку быстрее. Возможно, при либаристах Банк Англии будет снижать ее чаще, чем сейчас, и создаст дополнительные условия для ослабления британского фунта. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok